Депутат Карамышкина Ирина Юрьевна. Предварительный отчет, пригласить в повестку дня, включить предварительный отчет Генеральной прокуратуры, председателя ГКНБ и АКС по расследованию дел Кулматова, Исакова, Айвазова и в том числе по Шадиеву. Я бы хотела знать, на чем остановилось следствие. Кто же все-таки украл эти деньги, эту премию имени Чингиза Атматова. А то всех посадили, один убежал, и мы так ничего не поняли, чем это закончилось. Поэтому очень хорошая инициатива, но иногда мы ее сами вот так вот, с ней так обращаемся. И пользуясь случаем, я бы хотела вот такой вопрос задать, уважаемая Джолдис Аскарбековна. Скажите, пожалуйста, почему, по какой причине ваша комиссия до сих пор не выполнила указ президента 27 ноября 2017 года? Указ о награждении высшей наградой Кыргызской республики, Кыргызской республики Касынын Баатары, Алмазбека Атамбаева. Я думала, что официально нет, но оказывается 27 ноября указ был опубликован, особый знак Акшумкар Атамбаеву присвоить за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской республики, а также проявленную политическую волю и мужество. Уже год проходит, почему этот указ не исполнен? Можете выяснить мне? Уважаемый депутат, исполнение данного указа не в моей компетенции. В чьей компетенции? Выполнение указа президента, наградная комиссия, вы же, кто должен этот знак вручить? Указ президента есть, по чьей вине не вручен он знак? Ответьте, пожалуйста, я не пойму. Все спрашивают, я тоже не пойму. Кто отвечает? Лично неприятен или что это? Как называется у нас? 10 секунд добавьте. Ну, 10 секунд ничего не дают, конечно, огромное спасибо, никто ни за что не отвечает. Это что, захотел указ, выставил, захотел угас, ликвидировал, так же не бывает? Это же некрасиво в конце концов. Раз указ подписан и выпущен официально, значит, нужно дальше какие-то действия делать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова